я в сентябре я проехал 11 городов сейчас у нас октябрь самая настоящая золотая осень ну и чем октябрь хуже чем сентябрь почему бы в октябре тоже не отправиться куда-то конечно конечно можно было бы поехать куда-то на юга потому что в основном все-таки мои поездки в сентябре были московской области в города древней руси а что сейчас в общем в октябре я решил сорваться в карелию и сейчас собственно говоря мой маршрут уже начался то есть с этого выпуска я начинаю свой маршрут в карелию и в настоящий момент мой первый пункт назначения это город дверь конечно одной из главных достопримечательностей твери является парика волка собственно говоря сейчас октябрь и по реке до сих пор катаются чуваки всякие разные на водных мотоциклах яхточки проплывают лодки город относительно небольшой ну основные в принципе достопримечательности они доступны вдоль реки там буквально минут 15 может надо отойти пешком куда-то и много велосипедистов катается удобно потому что я сам взял велосипед на велосипеде прокатился посмотрел город пешком пешком на велосипеде можно все достопримечательности посмотреть изначально когда-то давно тверь была землей лесов и болот но постепенно город превратился в один из самых богатых и густонаселенных его территория была еле доступна для татарских набегов а потому к ее границам произошло большое миграционное движение из опустошенных южных земель что привело к росту населения сейчас тверь известна как родина русского путешественника и купца афанасия никитина шансыне россии михаил округа как область где находится озеро селигер и как город стоящий между двумя историческими столицами москвой и петербургом население твери 407 тысяч человек несмотря на небольшую площадь в твери есть все что необходимо начиная от образовательных учреждений и заканчивая торговыми центрами которых здесь иногда даже слишком много достопримечательностями и другими интересными местами город тоже не обделен в том числе и не самыми обычными музей козла с 13 века в твери производились изделия из козлиных шкур а само животное символ города музей можно узнать историю ремесел которые связаны с производством изделий из козлиных шкур староволжский и нововолжский мосты или проще как их называют горожане старый и новый староволжский мост нередко привлекает внимание туристов как и привлек майор из-за своей схожести с мостом свободы в будапеште нововолжский мост получил такое название потому что другой волжский мост на момент его возведения уже был набережная афанасия никитина здесь же находится и памятник путешественнику трехсвятская улица наверное в каждом городе есть улица которая напоминает старый арбат в москве в твери это трехсвятская улица на ней постоянно происходят живые концерты в исполнении уличных музыкантов здесь же находится множество магазинчиков с сувенирами атмосферные кафе а также отели с разным количеством звезд путевой дворец здание 18 века преобладающие стили которого барокко и классика находясь в твери не упустите также возможность посмотреть хотя бы одно здание из тверских церквей тверь один из тех городов где поистине веет духом русским и этот дух не ограничивается только лишь городом стоит обратить внимание на всю тверскую область она включает в себя 600 рек и 800 озер крупнейшим из которых является селигер друзья но на этом пока выпуск не заканчивается мы с вами из твери едем еще в один населенный пункт называется он торжок по трассе ехать конечно сейчас одно удовольствие обалденная природа осенняя природа листва такая темно-зеленая перемешку с оранжевым желтым серое небо вроде как бы грустно с одной стороны с другой стороны очень интересные краски и с другой стороны еще все не опало полностью деревья не голые и лысые а таки желто-зелененькие классно красиво и от езды получаешь удовольствие просто даже смотреть на все это вокруг вот ребята мы с вами и торжке не путать с творожком всего в 63 километрах от твери находится еще один интересный городок торжок по мнению краеведов пушкин посетил торжок 25 раз пока ездил из петербурга в москву и обратно в гостинице пожарского оставался не только пушкин но и гоголь жуковский и оксаков а анна петровна керн который александр сергеевич посвятил стихотворение я помню чудное мгновение была похоронена в 1879 году в деревне в нескольких верстах от торжка городок был известен местными вышивальщицами мастерицы декорировали с помощью золотой вышивки одежду русских царей интересно что о высоком качестве их работы знали не только в россии но и за границей если вы знать не знали о торжке и возможно отвери слышали так постольку поскольку давайте обрисую вам немножко картину и вообще что я тут делаю значит смотрите торжок что это во-первых торжок друзья мои это один из старейших русских городов и основан он был на рубеже 10 и 11 веков значит если вы едете из москвы в санкт-петербург или из москвы в великий новгород то вы будете проезжать тверь дальше через час где-то езды после твери вы попадаете в торжок торжок это еще один старорусский древнерусский город который был скорее всего основан новгородскими купцами торжок город напоминающий своей истории о литературе и русском языке здесь археологами было найдено 19 берестяных грамот используемых на руси для письма торжок как и тверь обладает самыми разными достопримечательностями набережная торжка она же тверецкая является одним из самых любимых мест для прогулок у местных жителей и архитектором и реставратором удалось сохранить купеческий дух и даже атмосферу 19 века музей при фабрике торжокский золотошвей экспозиция музея посвящены ремеслу которая сохранилась со времен создания городка новоторгский кремль посещение данного места обязательно для всех тех кто мечтает вернуться в прошлое в средневековье это то место где находится музей под открытым небом дающий возможность примерить на себя роль средневекового воина и пострелять из лука кремль и городской вал древние напоминания о кровавой истории города услышать которую можно непосредственно в стенах кремля и